Добрый день, главу и уважаемые коллеги! Мы очень рады очередной с вами встрече. И сегодняшняя наша тема посвящена такой серьезной проблеме при проведении неороксиальных блокад. Это осложнее неороксиальных блокад. И мы думали, как построить сегодняшнюю нашу встречу и решили ее провести не как классические лекции, а вот, наверное, как беседу. И были бы очень рады, если бы вы задали бы нам вопросы или высказали бы по тому или иному нашему выдвигаемому тезису или предположению свою точку зрения. Сегодня я провожу эту конференцию, этот вебинар с человеком, который очень много сделал для развития нашей анестезиологии. Стоял у истоков анестезиологии нашей страны, у истоков, по сути дела, неороксиальных блокад, а именно эпидуральной анестезии. Это человек, который во многих своих позициях непосредственно к проблеме эпидуральной анестезии, в частности, значимо опередил время. Я в своем докладе покажу несколько слайдов, которые, конечно, когда я первый раз их начал делать, увидел, я был, в общем-то, и удивлен, и, наверное, потрясен, и горд именно за нашу отечественную анестезиологию. Слишком много мы сейчас в последнее время показываем пальцем или взор привлекает нас непосредственно к достижению наших зарубежных коллег. А вот зачастую достижения нашей отечественной анестезиологии как-то не всегда мы замечаем и знаем. Виктор Пателемонович, смотря на огромный, в общем-то, практический опыт, еще полтора года назад, даже меньше, год назад, активно работал, выполняя эпидуральные, спинальные анестезии в последнее время в роддоме. И я, насколько знаю, по статистике, больше его никто не выполнил в нашей стране, пункции эпидурального пространства на шейном уровне. И мы решили сделать еще видеоролик, видеофильм, и он будет в конце сегодняшнего нашего вебинара, посвященный технике и методике пункции и категоризации эпидурального пространства на фантоме. Не судите нас строго, если что-то будет технически, может, что-то, какая-то накладка получится. Но те приемы, особенно вот хотел бы я посоветовать молодым врачам, те приемы, которые будет демонстрировать Виктор Пателемонович, они чрезвычайно интересны. Зачастую мы даже не всегда догадываемся о том, что вообще можно их использовать в нашей практической деятельности. И еще раз хотел бы сказать, коллеги, мы проводим сегодняшний вебинар в виде беседы, и мы бы хотели, чтобы это был диалог, и вы могли бы высказать вашу точку зрения, потому что вы стоите у рабочего стола, у операционного, выполняете повседневную работу, часто выполняете и нейроаксиальные блокады, и нам было бы очень интересно ваша точка зрения. Спасибо, коллеги. Итак, приступаем к сегодняшней нашей работе – осложнение нейроаксиальных блокад. И я бы хотел бы первый слайд остановиться на своих учителях, людях, которые много мне дали в жизни, мне посчастливо с ними столкнуться. Костин Эмиль Давыдович – это первый анестезиолог в моей «Альма-Матер» в Ленинградском санитарно-геническом медицинском институте, первый врач-анестезиолог, который применил именно в ЛСГМИ эпидуральную анестезию. Николай Андреевич Дольников, который был организатором и организовал отделение реанимации и анестезиологии в Ленинградском санитарно-геническом медицинском институте. Вадим Серафимович Челкунов очень хорошо известен по своей монографии «Перидуральная анестезия». Лучшая монография, на мой взгляд, до сегодняшнего времени, посвященная эпидуральной анестезии. Виктор Иванович Страшнов, с которыми, к сожалению, первые три наших коллеги ушли из жизни, светлой памяти. А вот радость встречи часто очень бывает с Виктором Ивановичем Страшновым, который работает в Первом медицинском институте университета Павлова, идеи которого по комбинированной спинальной эпидуральной и сочетанной анестезии, они опередили время. Виктор Патерлимонович Кобрин, я только его сейчас представил, и я хотел бы еще показать. Вот, посмотрите, уважаемые коллеги. Авторское свидетельство за 1969 год подано было, это авторское свидетельство, в 1971 году, то есть за четыре года до создания первого перфузора нашими зарубежными коллегами. Устройство для автоматического введения жидких лекарственных веществ. Кроме того, идея, она опередила время, и до сих пор она сейчас еще неосуществима ни в наших, к сожалению, промышленном производстве, ни в зарубежном. Это устройство было с обратной автоматической связью. Тогда, когда происходило снижение артериального давления ниже допустимых цифр, то был и сигнал звуковой, и отключалась именно подача анестетика. Это устройство, с моей точки зрения, значимо опередило время. Я бы хотел остановиться несколько строк из истории, что мне произвело в свое время впечатление. Посмотрите, пожалуйста, работы 1902 года, операции, выполненные доктором Мортоном, это не Уильям Мортона, столоположник эфирного наркоза, под спинальной или спинномозговой, позвольте, я буду называть спинномозговую анестезию данный вид анестезии, отдавая должное работам наших отечественных ученых, и в первую очередь Сергея Сергеевича Юдина. Ампутация верхних конечностей пальцев под спинномозговой анестезией, резекция языка, тереотомия, резекция верхней челюстью, опухоли лица, пластика лица, энуклеация глазного яблока, абсцесса севидного отростка. Очень интересные данные продемонстрированы хирургом из Румынии Тома Ионеску, который опубликовал 6000 случаев спинномозговой анестезии, из них 1084 шейных пункции, причем без летальных исходов. К сожалению, интереснейшие публикации, интереснейшие работы сгорели в огне Первой мировой войны и до наших дней эти публикации не дошли. Вот фотография Тома Ионеску, который выполняет непосредственно пункцию субрагнодального пространства на шейном уровне, это грудной уровень. Я, конечно, далек от мысли, что рекомендовать этот вид анестезии при вышеперечисленных операциях, но сам метод говорит о их возможности. Конечно, на сегодняшний день показаниями эти операции для проведения спинномозговой анестезии не могут служить. Классификации осложнений региональной анестезии, их, наверное, множество. Мы выбрали одну из классификаций. Это инфекционные осложнения, к которым относится эпидуральный абсцесс, менингит, реактивация вируса герпеса, неврологические осложнения гематома позвоночного канала, повреждение нейрональной структуры глои или катетером, постпункционная головная боль, синдром Горнера. Осложнения, связанные с развитием симпатической блокады, это артериальная гипотензия. Осложнения пункции катетеризации эпидурального пространства, фрагментация катетера, боль в спине. И осложнения, связанные с введением препаратов, локальная системная токсичность, общая токсичность, ошибочное введение препаратов, аллергические реакции, тошнота, рвота, кожный зуд. Говоря о эпидемиологии осложнений нейроаксиальных анестезий, многие авторы указывают работу французских авторов Ауроэ за 1997 год. В интернете можно прочитать столько уже нелестных отзывов по поводу этой работы. Почему? Потому что сколько можно ссылаться на нее. Во-первых, я хочу сказать, надо отдавать всегда дань уважения авторам, которые провели такую масштабную работу. С одной стороны, с другой стороны, что-то такого масштабного на сегодняшний день по осложнению эпидемиологии нет. Но и кроме того, эта работа не просто показывает, что безопасна достаточно нейроаксиальная анестезия. С другой стороны, они опасны. Посмотрите, пожалуйста, летальные сходы, их немного, но это практически все пациенты были здоровые, молодые люди, ваготоники. Не все так просто, когда мы говорим об осложнениях. В свое время мы посмотрели тщательное осложнение, связанное с спинномозговой и эпидуральной анестезией. Не удивительно, что артериальная гипотония была наиболее частым признаком побочного эффекта или осложнения. Брадикардия, синдром постпункционных головных болей и послеоперационная тошнота и рота, связанная с нейроаксиальными блокадами, тоже на сегодняшний день остается проблемой. Мы говорили о исследованиях. Посмотрите, пожалуйста, как разнятся, в частности, неврологические осложнения по эпидуральной гематоме. 1,38, меньше единицы, около 4 на 10 тысяч. Или вот совсем достаточно недавние исследования, которые были проведены. Смотрите, какой разброс по осложнениям. Поэтому я хочу сказать, наверное, четкого представления о абсолютных величинах осложнений на сегодняшний день мы не имеем. Итак, какие осложнения мы будем сегодня разбирать? Это артериальная гипотония и брадикардия. Гипотония, в частности, при спинальной анестезии с профилактикой, опять же, разброс от 33 до 15%. Без профилактики 83%. Брадикардия 9-13%. Если с брадикардией как-то определением понятно, а вот что такое артериальная гипотония, здесь не совсем ясно и понятно, что считать побочным эффектом, а что считать осложнением. Если будут вопросы, мы могли бы приступить по этому вопросу к дискуссии. Под артериальной гипотонией понимается либо снижение рабочего артериального давления ниже чем на 20%, либо снижение рабочего артериального давления ниже 30% непосредственно с применением препаратов, которые поддерживают артериальное давление, вазопрессоров, либо снижение систолического исходного артериального давления более 30%. Я бы мог бы еще назвать несколько определений этого понятия, что же такое артериальная гипотония, все-таки непонятно, и где грань, побочный эффект и осложнение. Факторы риска развития артериальной гипотонии, они хорошо известны. Это исходное снижение систолического давления ниже 120 мм тутного столба, сенсорный блок выше пятого грудного дерматома, гиповолимея и гемоконцентрация, исходная возоделитация при снижении общепериферического сопротивления менее 900, спинномозговая пункция выше уровня L3-L4 и аортоковальная компрессия. Факторы развития брадикардии, исходное снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 мм в агатоник, опять же обратите внимание, сенсорный блок выше уровня пятого грудного дерматома, прием бета-адреноблокаторов, удивительно, но первый класс объективного статуса пациентов по АСА, синдрома аортоковальной компрессии и молодой возраст. Мы попробовали посмотреть непосредственно и оценить вот эти вот причины снижения артериального давления, критерии, по степени значимости. И оказалось, что для артериальной гипотонии самым значимым признаком явился сенсорный блок выше уровня пятого грудного дерматома. Что означает вот эта вот цифра 8,4? Это значит, что если у пациента сенсорный блок выше пятого грудного дерматома, то у него в 8,4 раза выше риск развития артериальной гипотонии, если в другой группе уровень сенсорного блока менее чем пятый грудной дерматом, именно сенсорный блок. Далее, спинномозговая пункция выше уровня L3-L4, недостаточная инфузионная терапия, гиповолемия, высокий риск анестезии, и мы обнаружили именно высокий риск анестезии, исходное снижение систолического давления менее 120 мм рт. ст. Брадикардия, обратите внимание, опять же, одна из самых значимых причин спинномозговая пункция выше уровня L3-L4, и опять же сенсорный блок выше пятого грудного дерматома. Поэтому, когда мы говорим о профилактике артериальной гипотонии и брадикардии, наверное, одним из таких способов является ограничение симпатической и сенсорной блокады. Сенсорной, соответственно, симпатической блокады. Итак, есть нефармакологические методы, есть фармакологические методы коррекции артериальной гипотонии. Обратите внимание, техника анестезии, если мы используем гипербарический раствор, пациент находится в положении сидя, и резко мы его укладываем на спину. Посмотрите, пожалуйста, как распространяется гипербарический раствор в сторону непосредственно грудного лордоза, дальше кифоза, и, обратите внимание, конечно, в данной ситуации очень высокий риск развития артериальной гипотонии из-за широкого блока симпатической блокады. Профилактику гипотензии можно применить и использование модифицированных методик, когда ограничивается сенсорный блок и симпатическая блокада, сидельный блок, малые дозы гипербарического местного анестетика, сохранение положения сидя в течение 10-15 минут, медленная скорость введения и стабильная гемодинамика, по мнению ряда авторов, большинства авторов. Но я должен вам сказать, что данная методика, она ограничена непосредственно рядом только операций. Широко ее использовать в практике при других различных операциях, скажем, кроме операций на промежности, мы вряд ли сможем. Профилактика гипотензии при спинальной анестезии у пациентов пожилого возраста, модификация методики – это использование, применение односторонной или унолатеральной анестезии. В данном случае на клиническом примере 102 и 109 лет пациентка. Бупивокаин гипербарический, малая доза, в сочетании с фентанилом всего лишь 10 микрограммов. Но я должен сказать, что эта методика, к сожалению, введения интеротекального фентанила не разрешена. Весь мир использует, но в Российской Федерации использование фентанила не разрешено. И по такой методике уровень сенсорного блока со стороны операции достигает седьмого грудного дерматома, а с противоположной – двенадцатого грудного дерматома. Да, действительно, потом, через какой-то промежуток времени, и на этой стороне будет более высокий уровень симпатической сенсорной блокады, но у нас всегда имеется время на проведение мероприятий для стабилизации гемодинамики. В данной ситуации мы видим профилактика гипотензии проводится также с использованием непосредственно малых доз гипербарического бупивокаина в сравнении с непосредственно стандартными дозами гипербарического бупивокаина. И вот в группе стандартной дозы вы видите значительно больше выраженные изменения гемодинамики. Что важно помнить при коррекции гипотонии? Основной фактор гипотонии – это вазодилетация. Поэтому целесообразно непосредственно действовать более патогенетически при развитии гипотонии, связанной с нейроаксиальной блокадой, при нормоволимии следует использовать вазопрессоры в сочетании с инфузионной терапией, но отдавая предпочтение вазопрессорам. Мы говорили, уровень выше L3-L4 пункции спинномозгового пространства – это предиктор гипотонии и бородикардии. Легко ли определить место пункции? Вот если мы видим эту фотографию, ясно, что сложно. Но не просто при таких сложных спинах ошибиться в выборе уровня пункции. Во-первых, нужно помнить, что линия тюфье у мужчин на уровне L4, у женщин на уровне L5. Если для эпидуральной анестезии эта разница незначительная роль играет, то для спинальной она может сыграть значительную роль. Кроме того, мы должны помнить, что необязательно иметь сложную спину у пациента, чтобы ошибиться. В свое время мы провели исследование при проведении операции по эндопротезированию тазобедренного сустава, тогда, когда можно было все это непосредственно рентгенологически подтвердить, уровень непосредственно пункции, на котором мы выполняли саму пункцию анестезии, так вот обратите внимание, что оказывается, вне зависимости от положения пациента, частота неудач примерно одинакова, до 47%. Вне зависимости от опыта врача, эти результаты оказались даже лучше, чем результаты, которые приводили ряд зарубежных коллег, у которых ошибка была 57-61%. И самое опасное, это вот эти вот, когда мы думали, что мы с вами находимся на уровне L3-L4, а оказывается, мы с вами уходим значимо выше. Мы хотим пропунктировать L3-L4, а на самом деле это уровень L2-L3, мы идем еще на межпозвонковый промежуток выше и пунктируем на уровне L1-L2, к примеру. Почему эта ошибка возникает? Чаще всего это бывает у пациентов с так называемой жирной спиной или с повышенной массой тела, тогда, когда мы ищем линию тюфье, верхней ости подвздошных костей, и пальчики соскакивают непосредственно у нас с этих остей и идут на практически позвонок выше. И вот в этом и кроется как раз та ошибка, что мы пунктируем значительно выше, чем хотели бы. Практический вывод – производить пункцию как можно ниже, там, где наиболее хороший, особенно если там хорошо прощупывается межостистый отросток. Частота постпункционной головной боли. Совсем недавно говорили, нету этой проблемы. 1% во многих непосредственно литературных источниках мы видели. Посмотрите, вот последние годы, за последние 5 лет. От действительно 2% до цифры почти 13% возникновения постпункционной головной боли. Спонтанное разрешение возникшей постпункционной головной боли происходит в основном в первые четверо суток. Но даже если головная боль длится уже более суток, это становится головной болью самого врача-анестезиолога. Мы хорошо знаем это по практике. Три основных теории. Теория потери спинномозговой жидкости – это патофизиология постпункционной головной боли, теория увеличения притока крови на фоне потери ликвора, теория активации субстанции П при пункции твердой мозговой оболочки и потери спинномозговой жидкости. Есть еще теории, но много теорий. Единая теория, отвечающая всем требованиям непосредственно возникновения постпункционных головных болей – нет. Это проблема. Факторы, влияющие на частоту возникновения постпункционных головных болей. Масса тела, низкий индекс массы тела, предиктор возникновения головных болей, возраст до 30 лет, чаще женщины, головные боли в анамнезе, сейчас мы разберем тип и калибр иглы, положение пациента при пункции, повторные спинномозговые пункции, расположение среза иглы во время пункции. Способ удаления иглы вместе с мандреном. Возраст от 10 до 50 лет наиболее часто возникают постпункционные головные боли, старше 50 – реже, до 4%. После 75 – крайне редко. Женский пол. Частота развития головных болей у небеременных женщин выше в сравнении с аналогичными по возрасту мужчинами. 11% женщин в соотношении к 3,6% мужчин. А вот наличие в анамнезе мигрени данные противоречиво. Все-таки, мне кажется, по опыту работы нашего отделения, что чаще всего возникают головные боли, часто возникают головные боли, если у пациента в анамнезе мигрени. Типы спинальных игл. Существуют в основном на сегодняшний день иглы либо типа карандашной заточки. Карандашной заточки – это игла Войтакра, это игла Леви, это игла Шпрота. И типа иглы Квинке, и очень напоминает Квинке с некоторой модификацией, игла Атраукан. Итак, по типам спинальных игл. Вот я хотел бы остановиться на этом, на мой взгляд, очень интересном слайде. Всегда говорят, что, и чаще всего мы в литературе это видим, что отравматичная игла – игла непосредственно карандашной заточки. Вот посмотрите, где апертура. Когда апертура попадает в собрах на дальное пространство, происходит истечение ликвора. Так вот, насколько нужно продвинуть иглу, чтобы получить истечение ликвора при использовании, например, иглы карандашной заточки Ауитакра? Гораздо глубже. То есть зона безопасности работы в собрах на дальном пространстве становится значимо меньше. И здесь выше риск различной травматизации в сравнении особенно с иглами Квинке или же с иглой типа Атраукан. Если мы возвращаемся к постфункционным головным болям, то использование игл карандашного типа приводит к снижению частоты развития постфункционных головных болей. Вот это вот исследование мы в свое время провели, это на трупном материале исследования. Повреждение твердой мозговой оболочки. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит просвет непосредственно твердой мозговой оболочки после прокола иглой типа Квинке. Ровные края обрезанные, как будто блюдце сдвинуто непосредственно с этого отверстия. А здесь рваная рана такая при использовании иглы Атраукан. Также, кстати, говорят, точно такие же травматические изменения возникают и при использовании иглокарандашной заточки. Вот по всей видимости, вот на эти нити фибрин легче оседает, и он закрывает быстрее это перфорационное отверстие. Возможно, причина меньших головных болей при использовании иглокарандашной заточки. В частности, модификация иглы Квинке Атраукан наверняка раскроется в этом. Если говорить о типе иглы и калибре, то чем калибр меньше, то есть диаметр иглы больше, тем риск возникновения головных болей больше. В положении сидя частота развития постпункционных головных болей у пациентов лежа чуть больше 4%, а в положении сидя авторы получили почти 21%. Ориентация иглы. Необходимо проводить пункцию иглой таким способом, чтобы дистальный отдел иглы был направлен продольно длинной оси спинного мозга. И вы видите, практически в 3 раза разница, если мы начинаем вкол перпендикулярно длинной оси спинного мозга. Многократные попытки. Вот здесь очень интересная работа. Посмотрите, пожалуйста, использование иглы 27 генч по сравнению с 25 генчами увеличивает риск повторной попытки в 28 раз. А риск развития в таком случае постпункционных головных болей в 2,5 раза. Вот если мы иглой 27 генч с первой попытки произведем пункцию, то, конечно, головные боли меньше, чем в сравнении с 25 генчами. Но, с другой стороны, насколько сложно иногда бывает выполнить тонкой, сверхтонкой иглой пункцию субраконодального пространства. Поэтому нужно помнить, что 25 генч на сегодняшний день, наверное, является стандартным калибром при проведении спинномозговой анестезии. Постановка стилета перед удалением иглы уменьшает значимо риск возникновения постпункционных головных болей. Сканирующая электронная микроскопия показала, это данные Мигеля Рейна, что твердая мозговая оболочка состоит из хаотически концентрически направленных волокон. И необходимость продольного введения иглы сейчас считается из-за продольного натяжения мозговых оболочек, особенно в вертикальном положении, и его влияние на образование дефекта паутинной оболочки. Поэтому на сегодняшний день до сих пор действует постулат Гастона-Лабата. При люмбальной пункции необходимо располагать средства иглы вдоль оси спинного мозга, чтобы раздвигать, а не разрезать волокна твердой мозговой оболочки. Положение сидя, риска непосредственно павильона иглы либо должна быть на 9, либо на 3 часа, а если положение лежа на боку, то положение должно быть рисочки либо на 12 часов, либо непосредственно на 6 часов. Вот современные технологии. Поэтому, конечно, здесь очень важно выбирать иглу, наверное, той компании, которая уже заслужила действительно значимую роль и значимое место непосредственно в выпуске и производстве медицинской технологии для нейроаксиальных блокад. Посмотрите под 300-кратным увеличением, какими иглами мы иногда производим пункцию твердой мозговой оболочки. Если говорить о профилактике постпункционных головных болей, то, наверное, однозначно сказать, как профилактировать постпункционные головные боли, нельзя. Вот недавно вышедшая непосредственно рекомендация Федерации анестезиологов и ренематологов Российской Федерации, там есть ссылка, но она взята тоже из рекомендаций западных, что наиболее оптимальным вариантом профилактики головных болей является введение морфина в эпидуральном пространстве. Когда мы уходим из субрахнодального, то в эпидуральном оказавшись мы вводим морфин. У нас будет еще одна лекция по теме непосредственно постпункционных головных болей. Я могу привести два примера случая. Один случай, который я сам видел, когда возникла в отдаленном периоде, незначительно отдаленном, через 6 часов, а в другом случае через 8 часов, а мархин действует 24 часа, об этом нужно помнить, возникла непосредственно остановка дыхания. Поэтому, если мы говорим о профилактике постпункционных головных болей, то, на мой взгляд, я согласен с Джеймсом Рафмалом. Воздержаться от спинальной анестезии у лиц моложе 25 лет, акушерство здесь, наверное, все-таки это отдельная ипостасть такая. Применять иглы диаметром от 24 до 27 генч, аутакрос, шпрот, кортье-маркс, я бы добавил сюда и игла от Роукан, и эпидуральные иглы, а также иглы со срезанным концом вводить так, чтобы плоскость среза была параллельна длина оси спинного мозга, лечение головных болей. Базовая консервативная терапия – кристаллоиды от 500 до 200 до 2 литров. Постельный режим. Критика везде, но никто ничего нового в базовую консервативную терапию не предложил, кроме анальгетиков и противорвотных по показаниям. Специфическая лекарственная терапия – эуфелин-теуфелин-глюкокортикоиды, именно гидрокортизон, подчеркиваю, гапапептин, метилэргоновин, кофеин, сумотрептан. При неэффективности метод эпидуральной пломбировки. Кофеин перорально назначаем в дозе 300 мг, внутривенно 500 мг кофеина бензоата натрия, только, к сожалению, в Российской Федерации нет формы кофеина для внутривенного введения. Я знаю, что многие анестезиологи вводят кофеин, который для подкожного введения получает хороший эффект. Но помните, что в Российской Федерации не зарегистрирована форма кофеина для внутривенного введения. Аминофилин назначает в дозировке 250 мг, июфилин 240 мг, гапапептин применяет при умеренной тяжелой головной боли перорально по 300 мг 3 раза в сутки, а гидрокортизон очень интересная методика, применяет внутривенно 200 мг первоначально, затем по 100 мг каждые 8 часов в течение 2 суток. Суматриптан. В свое время на него были большие надежды. Это препарат для лечения мигрени, связанный механизм с влиянием на серотониновые рецепторы мозга, снижение пульсации мозговых сосудов, устранение церебральной вазодилитации и купирование приступа головной боли. Но последние работы говорят о том, что не так эффективен этот препарат, как показался в первые годы его использования. Интересная методика, главная очень простая. Регионарная методика лечения головных болей. Это блокада крылонебного узла. Применяется с 1908 года. Крылонебный узел может блокироваться уколом через кожу носовую или ротовую полости. А также, вот этот способ очень простой, а также тампоном, введенный в нос, так как узел находится под слизистой носом на глубине 1-2 миллиметра. Возможно, используя также и двустороннюю блокаду затылочного нерва, как вы видите на представленной фотографии. Эпидуральное пломбирование крою обычно проводится через 24-48 часов. Во-первых, диагноз поставим за это время. И второе, вдруг за это время головные боли пройдут сами. Для эпидурального пломбирования используем место предыдущей пункции. Если было несколько попыток, необходимо выбирать самый нижний промежуток между остистыми отростками. При выполнении теста на потерю сопротивления вводят минимальное количество раствора. После идентификации эпидурального пространства с соблюдением всех правил асептики из периферической вены забирают в один шприц 20 миллилитров крови. Помним, из ранее постановленного катетера мы кровь не забираем. И забранную аутокровь вводим со скоростью 1 миллилитр 5 секунд до объема 20 миллилитров. Если в ходе введения возникает усиление головной боли, боль, чувство распирания в пояснице, спине, бедрах, ягодицах, то введение аутокрови нужно остановить. Я должен сказать, что в практике я ни разу не использовал эпидуральное пломбирование крови, потому что не было необходимости в проведении ее. Косоглазие встречается очень редко, один на 100 тысяч случаев, но очень серьезное это осложнение. Причина косоглазия при тяжелой ликварной гипотензии – это натяжение и компрессия отводящего нерва на внутренние сонные артерии и верхушки каменистой части височной кости. Чаще всего именно происходит воздействие на этот нерв, и ишемия его приводит к длительному косоглазию, году больше требуется, в литературе описаны случаи пластических операций. В данном случае корейские авторы показывают такой оптимистический случай, что через месяц практически вы видите явление непосредственно косоглазия, они уменьшились. Это вот на фотографии Д, вот видите, при косом взгляде, таком в сторону, в бок, вправо. Синдром приходящих неврологических расстройств. Болевой синдром в области пункции с радиацией в ягодице и нижней конечности, без сенсомоторных нарушений, частота встречаемости от 0,2 до 40%, клинически проявляется в первые сутки, длится от 2 до 7 суток и эффективно купируется нестероидными противовоспалительными средствами. Я должен сказать, что мне кажется, этот синдром мифически притянут к нейроксиальным блокадам. Мы в свое время посмотрели очень большое количество пациентов и определили, что основными предикторами этого синдрома является летотомическое положение, длительность операции, высокий индекс массы тела. Да, при ледокаине больше, чем при ледокаине возник этот синдром, но, должен сказать, что когда мы начинали в начале 90-х годов осваивать спинномозговую анестезию, мы использовали ледокаин, но и более травматичная пункция была, это освоение методики. Почему я думаю, что это не связано с нейроксиальными блокадами, вот эти три первые предиктора, потому что если мы посмотрим на общую анестезию, мы получим те же самые боли, которые характерны для вышеописанных болей. Поэтому думаю, что этот синдром не связан с нейроксиальными блокадами. Частота возникновения эпидуральной гематомы 1 на 220-320 тысяч спинальных анестезий. При большем диаметре используемых иглах при эпидуральной анестезии частота их увеличивается 1 на 150 тысяч. На фоне гепаринотерапии 1 на 4100. Вот посмотрите данные. Бывает и случай 1 на 3600. Здесь нужно учитывать, что непосредственно кардиологические методики интервенционные, они расширяются, и, конечно, после их использования используются различные препараты, влияющие на свертывающую систему крови. Поэтому это может быть серьезной очень проблемой. А для диагностики очень важно в первые часы поставить непосредственно диагноз гематомы. Если мы в первые 8 часов ставим диагноз при использовании чаще всего КТ, то максимальное восстановление неврологического статуса до 12 часов постановка диагноза восстановления 66%. А в интервале 12-24 часа восстановление 36%. А более суток процент восстановления практически близится к нулю. Поэтому очень важно соблюдать основные принципы проведения региональной анестезии и применения антиакугулянтов. Эта лекция будет завтра выложена в интернете, вы сможете посмотреть. Позвольте, я не буду комментировать вот эту таблицу, она очень большая, но мы собрали здесь практически все препараты, которые используются непосредственно с точки зрения уменьшения свертывающей системы крови и отношения к времени отмены или времени выполнения той или иной манипуляции с нейроаксиальной блокадой связаны, отражены на этом слайде. Инфекционные осложнения, они редки, частота 1 на 30 тысяч, на 50 тысяч, это описано вообще единичной литературой, их очень найти сложно. Чаще всего связывается с альфагемолизирующим стрептококом и клиника развивается через сутки после анестезии. Эпидуральный абсцесс, крайне редкое осложнение 1 на 145 тысяч, единичное сообщение в мире и, как правило, предиктор длительного стояния эпидурального катетера и, по всей видимости, нарушение ассептики и антисептики. Описаны 4 случая етерогенного миниенгита после спинальной анестезии у одного и того же анестезиолога и описаны случаи, когда возник эпидуральный абсцесс, стафилокок был получен при посеве потом из носа анестезиолога. Ассептика, антисептика. Мыть руки перед выполнением любой процедуры, казалось, здесь все просто, в том числе при региональной анестезии украшения, часы, кольца, браслеты должны быть удалены. Стерильные перчатки не как замена мытья рук. Перфорация твердой мозговой оболочки возникает от 1% до 6,5%. Опасность здесь, конечно, это вовремя не распознано непосредственно за счет аспирационной пробы попадания в субрахнодальное пространство эпидурального катетера. Как вы видите, в данной ситуации описан случай в практике, с которым я столкнулся. Острая кишечная непроходимость, непреднамеренное повреждение твердой мозговой оболочки при пункции эпидурального пространства на грудном отделе ТА6-7. Доза лидокаина 2% на 4 мл. Врач принял истекающий из катетера ликвор за то, что в эпидуральном пространстве положительное давление истекает введенный раствор натрий хлор. Был введен лидокаин в такой дозировке, рефрактерная гипотония и асистолия. Во-первых, более тщательная диагностика именно аспирационной пробы. А во-вторых, для грудного отдела это недопустимо высокая доза для тест-дозы. Риск непреднамеренной пункции твердой мозговой оболочки. Этот вопрос будет хорошо изложен в следующем сообщении Виктора Потелемоновича. Я только единственное, что остановлюсь на том, что существует несращение желтой связки. Довольно интересное наблюдение. Обратите внимание, на промежутке, где мы очень часто производим пункцию эпидурального пространства, до 30-35% на уровне ТАЖ-9, ТАЖ-11-12 может быть несращение желтой связки. Неправильное расположение эпидурального катетера. Эпидуральный катетер введен в эпидуральную вену. Необходимо выполнить аспирационную пробу. Но бывает одно «но». Тогда, когда катетер практически по диаметру равен эпидуральной вене, мы начинаем с вами выполнение аспирации, и спадаются вены, и мы то ли получаем кровь, то ли это не кровь, путевая кровь так называемая. И здесь есть для диагностики тест-проба. Необходимо ввести адреналин 0,1 мг в катетер. Сразу же смотрим на монитор. Учащение пульса, подъем артериального давления. Все-таки это мы находимся в эпидуральной вене. Узлообразование. Вопрос, который тоже будет изложен в сообщении Виктора Пантелеймоновича Кобрина. Позвольте на нем не остановиться. А вот вопрос отклонения игл к венке. Посмотрите, пожалуйста. Частично тоже будет вопрос затронут в сообщении Виктора Пантелеймоновича. Я единственное хотел показать. Посмотрите, вот это вот непосредственно картофель. Это банан. Это вот обучение часто анестезиологов молодых проводится непосредственно на этих вот фруктах и овощах. И вот смотрите, отклонение игла тоненькое, 26 генч, которые мы работаем. 20 генч практически мы не работаем сейчас. Это большая грубая игла. И смотрите, как отклоняется непосредственно от средней линии. И когда есть во многих непосредственно монографиях такое утверждение для идентификации субархонодального пространства, после провала иглы мы должны получить и удаление стилета получить ликвар при нахождении непосредственно на 12, на 3, на 6 и 9 часах риски павильона, чтобы именно из этих четырех регионов вытекал непосредственно ликвар, то вот такое грубое движение, так называемое, в свое время Виктор Пантелеймонович назвал его эффект циркуля, и он о нем будет говорить, это очень большая опасность того, что встретится непосредственно на пути дистального отдела иглы. Синдром передней позвоночной артерии, вялый паралич нижних конечностей фактора риска, травматичная пункция, снижение спинномозгового кровотока, аномалия воскулиризации спинного мозга. Чаще всего и опаснее это возникает при эпидуральной анестезии, потому что варианты воскулиризации спинного мозга, блестящая работа академика Скоромца. Вот посмотрите, пожалуйста, что вот в данной ситуации это где-то 12-16% всей популяции, где находится артерия Адамкевича, вот находится на уровне где-то ТАЖ-10-12, и повреждение ее может привести к тому, что у нас будет нарушение кровообращения нижних конечностей с развитием вялого или постоянного паралича. Я видел два случая наблюдения, но они были связаны с тем, что во время операции на аневризме брюшной аорты хирургами была перевязана ошибочно вот эта вот артерия, и клиника возникала. В одном случае, по всей видимости, какой-то из этих вариантов был воскулиризации, взял какой-то бассейн на себя роль ревоскулиризации нижних конечностей. Все-таки пациент вышел с инвалидностью, но движение передвигаться мог сам, а в другом случае это осталось стойкой параплегии. Препараты и скорость их введения. Можно использовать бупивокаин, лидокаин, ропивокаин, хирокаин и адреналин интеротекально, а эпидурально вводятся лидокаин, бупивокаин, ропивокаин, морфин, промедол, адреналин и фентанил. Вот адреналин и фентанил, он под вопросом стоит. Сейчас мы с вами посмотрим. Рекомендации по дозированию местного анестетика при проведении эпидуральной анестезии. На основании инструкции, обратите внимание, для лидокаина нет непосредственно неописана клиника в инструкции, когда вводить начало действия. Это вопрос может коснуться в какой-то степени юридического аспекта. Это нужно тоже учитывать. Зависимость сегментарности анальгезии от липофильности опиоида, гидрофильный морфин, обратите внимание, и мы говорили сегодня, как распространяется. Это препарат, который может все-таки вызвать риск развития остановки дыхания. И вот здесь очень интересная работа. Работа, которая была непосредственно Евгением Соломоновичем Горобцом проведена. Он получил разрешение на новую медицинскую технологию, суть которой состояла из комбинации трехкомпонентной эпидуральной анальгезии, ропи, ВКН, фентанил и адреналин. Идея смеси Бревика использования на фоне наркоза с его флюраном. То, что он получил вот эту непосредственно медицинскую технологию, это расширило наши возможности анестезиологически. Но вот здесь есть один такой вот аспект, с которым мы тоже столкнулись. Один из наших докторов, выполнявший докторскую диссертацию, обратился непосредственно в Минздрав с разъяснением, а можно ли вводить адреналин и фентанил в эпидуральное пространство. Так вот, через полгода после получения предыдущего документа из Минздрава приходит другая бумага. Одновременно информируем, что в период с 1 сентября 2010 года по настоящее время разрешение на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения фентанил и адреналин по протоколам, предусматривающим эмпидуральное введение лекарственных средств, Минздравам не выдавалось. Поэтому вопрос такой, если мы проводим четко по методике, которую предложил Евгений Соломонович Горобец, то мы юридически защищены. Если мы отклоняемся, то, возможно, могут быть какие-то юридические к нам претензии. Но и системные, об этом нужно помнить, системные токсические реакции местных анестетиков, они обусловлены чаще всего непосредственно ошибками нашими. Через эпидуральный катетер, кончик которого оказался в сосуде, ввели бопивокаин. Получили психическое возбуждение над желудочкой тахикардии, вводили клофелин, затем лидокаин, затем пропофол без успеха. Инфузия липидной эмульсии устранила все симптомы. Частота системной токсичности местных анестетиков низкая, но она клинически значима. Поэтому должны использоваться все ресурсы о знании клиники и использование непосредственно так называемой липидной реанимации, которая хорошо описана и включена в клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов, где использование жировой эмульсии следует рассматривать на ранней стадии как спасительную терапию в условиях передозировки лекарств при наличии сердечно-сосудистой недостаточности. И в заключение, уважаемые коллеги, несколько слайдов, что не то ввели при эпидуральной анестезии. Посмотрите, сукцинилхолин, верокуроний, калия, хлорид, магния, сульфат. Как эфир оказался на столике, сказать очень сложно. К счастью, восстановление сенсомоторной функции через 4 часа. Здесь закончилось летальным исходом. Причину я не могу назвать. Транексамовую кислоту. Посмотрите, флакончики, как ампулы похожи одна на другую. Ввели вместо бупивокаина тренексамовую кислоту летальный исход. Но здесь нужно отдать должность, что сразу же фирма, которая выпускает бупивокаин, выпустила сразу же другую непосредственно в упаковке препарат. И причины ошибок – это нечитаемые надписи на ампулах, внешний схожий вид, отсутствие двойного контроля. Вот оно что, двойное. Усталость и невнимательность. Осложнения, к сожалению, были. Они есть и будут. И можно добиться только их снижения, если будут приняты основные меры предосторожности. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за то, что вы прослушали доклад. Я благодарен коллективу, в котором я работаю, за то, что сегодняшняя лекция была не просто посвящена литературному обзору, но и удалось показать ряд наших данных. Благодарю, коллеги.